Ну вот мы и в Нарве, сейчас пойдем к мэру города Полтора миллиона есть, это в государственном бюджете, которые предусмотрены на строительство этого пола Понятно, где власти, там вы были Во сколько ты лет уже в Нарве? Десять лет уже Уже десять лет? Что надо? Подрайся, ты же дедушкой стал Это часть моей жизни и не только моей, моей семьи, моих знакомых, близких Воско Тайм Олегок Арена символ эстонского футбола Здесь играет свои матчи команда Флора, Левадии и сборная Эстонии Я сам когда-то здесь играл и получал большое, большое, даже что большое, какое большое, то есть огромное удовольствие Поэтому я думаю, что каждый мальчишка мечтает здесь когда-то сыграть А кто это мальчишки? Откуда они берут свой путь? И есть ли шанс у провинциальных парней, которые тренируются не в Таллине, когда-то надеть футболку сборной Эстонии? Об этом мы сегодня узнаем, отправясь в Нарву Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и в Нарве, сейчас пойдем к мэру города Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Катрия сказала, что она очень занята, поэтому позвоните завтра Здравствуйте! Я так понимаю, что вы бипатлонисты, а скажите, пожалуйста, вы слышали, что в Нарве есть такая команда Narva Trans? Да! Ребят, знаете, что команда Narva Trans такая есть? Да Ходите на стадион? Иногда Иногда? То есть, а сами занимаетесь футболом? Нет Не занимаетесь? А никогда не хотели? Нет Ради чего вы бы пошли на футбол? Ради огромных денег Больше не буду отвлекать Я все-таки не мог пройти, Олег, все-таки легенду все рассказать Что надо? Поздравиться! Ты же дедушкой стал Аааа! Спасибо! Уже давно видел, да Да, у меня прекрасный внук Меня звался дедушка, никто не поздравил Я ж не знаю, это Олег у нас современный У нас современный, он фейсбук ведет все соцсети Да, 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 она там плане, да Внук у меня вообще супер, вообще замечательный Как, на твой взгляд, поднять популяризацию, вообще популяризировать Нары футбол? А здесь все вкупе, здесь как бы и финансирование, и социальная обстановка в городе такая, что, ну, все эти мероприятия зрелищные, они даже на второй план все уходят там, все концерты, все прочее, то есть это неважно взгляда видно, что сейчас это реально на второй план отошло, все зрелищные вещи Это придет, это вопрос только времени, когда вся наладится, вся вот эта сейчас ситуация, вся, то есть она как и политическая, экономическая Я думаю, что со мной это будет год-два, и постепенно все это вернет Но со мной нужен человек, который будет будоражить это все, потому что, как бы мы ни старались, если людей не привлекать, не долбить их, не, скажем так, не завлекать, завлекать различными завлекаловками на трибунах Чтобы для них это было как любимое, родное мероприятие, чтобы они шли сюда и просто семьями хотели, вот как во всей Европе То есть к этому надо, естественно, стремиться, и я думаю, что и мы будем к этому стремиться Но для этого нужен еще раз говорю, вот такой человек пробивной, который реально будет стараться Ты вообще лучший игрок, лучший бомбардир вообще за всю историю Чемпионата Эстонии, то есть когда мы увидим новых Максима Грузнова? Когда вообще здесь, когда мы кого-то, ну потому что мне кажется, что он сейчас стал немножко затухать здесь Как поднять снова на былые высоты Нарва Транс? Ну я вижу, поднять надо в первую очередь за счет того, чтобы доверяли нашу молодежь У нас все команды, все игроки, приезжие, посмотрите, Нарских вообще не допускают состав Получается, что мы работаем в пустую, в холостую А если бы доверяли, не боялись доверять, я думаю, давно бы уже кто-нибудь довыстрелил Насчет условий, вообще что должно государство как-то помочь или может быть город, чтобы действительно о Нарве говорили больше? То есть если мы говорим там, ну вот строительство холлов, ну в Тальне строят, да, там какие-то условия Все, то есть Нарва у нас как вот была она, так она и есть То есть когда изменится? Я верю, мы уже испокон веков сюда мало затягиваются И от футбольного союза, и от городов финансирование Тут только если есть такие вот таковы альтруисты, которые любил и хотят добиться чего-то Воскотайм Давайте смотреть, прямо скажем, да, чемпионат из Эстонии, это что? 10 команд и 8 у нас из Талии Ну какой-то чемпионат, если бы никакой Вот я, я живу в этом доме, в первом подъезде, там новые окна у меня выходят сюда То есть я не вижу все более из-за трибуны, но тот кусочек там, где постоянно тренируются дети Каждый день я все это вижу, но это важно, тем более сейчас, в это время, когда они все сидят на гаджетах Когда они все на телефонах сидят, они же неподвижны, они же не двигаются никто Ну в смысле, они двигаются, но в сравнении с тем, как мы были маленькие, сколько мы двигались, и они же надо гнать туда Им что-то завлекать, просто упражнения И сейчас футбол, они же играют, PlayStation играет, он играет здорово, там что-то выигрывает, и думает, что он на поле выйдет, и будет точно так же играть Ну, здесь огромное социальное значение Нарвы, как клуба, не только высшие лиги, но вообще как клуба здесь, в Нарве А если есть высшие лиги и команды, которые, ну, может задачи какие-то решать, чтобы эти малыши, чтобы они смотрели и гордились этим, и стремились туда И больше в ряды свои собирали детей Поэтому, здесь, конечно, это такой челлендж Все это, все это преодолеть И найти по-любому, вот я смотрю, да, здесь все, вот все работники Нарвы, ну, включая меня, не буду хвалиться, но все, кто здесь работает Я смотрю, тоже очень, ну, Олег, Макс там, ну, поскольку у них там команда Ну, я даже, да, считается, я тренер высшей лиги, но все равно у меня только Ягудин, помощник мой, тоже тренирует детей То есть он прибегает на тренировку со своей тренировкой, мне помогает провести тренировку Убегает сразу после этого, он прибегает еще на тренировку детей То есть все заняты по полной программе Понятно, опять же, все, все же опять упирается в финансах То есть здесь Мне очень приятно работать с ними, потому что, ну, вот они, они энтузиасты Да, они получают за это деньги, но они отрабатывают тренировки эти деньги А хотелось бы, если еще качественные, да, предоставлять детям То есть там, если там два по три тренера на команду Особенно с малышами, когда нужно занимать Ну, такого, может, возможности пока нет Ваня, здорово Все футболисты Реально, чего не хватает нарскому футболу? Денег Денег? Да А в чем заключается денег? Для чего? Ну, чтобы клубы развивались Игроков нормально подписывают А вы себя видите футболистами? Ну, да А вам что не хватает? То есть вот, наверное, что не хватает? Условия, условия Зимние условия Поле Зимние условия Поле Зимой А мэр как-то приходит сюда, помогает или нет? Мэр нет Нынешний нет Нынешний нет, а предыдущий? Предыдущий проходил Ири, привет Привет Как дела в Нарве? Да, Нарва нормально, так сильно спокойно Да, а сколько ты лет уже в Нарве? Десять лет уже Уже десять лет? Да Что бы ты поменял в Нарве? Потому что в последние годы Ты же помнишь За десять лет и хорошие времена в Нарве И плохие Но мне сейчас кажется, что Сейчас, скажем Ну, совсем не очень То есть вот, что исправить, на твой взгляд, надо здесь? На самом деле А что еще есть, футболисты есть Но я не знаю, почему сейчас С такой временем, что мы можем выиграть И я, честно, не знаю А то, что тренеры меняются каждый раз Это напрягает? Да, может быть, это тоже факт Может быть, это тоже факт Но, на самом деле, я не знаю, что это Конкретная проблема Потому что каждый футболист должен уже Если эти профессиональные футболисты Тоже уже Не важно, да, кто тренер Да, да, да Важно, что тебе уже на поле все Завтра играешь? Да, играю Готов? Всегда готов Ты знаешь, что Нарва уже с тобой ассоциируется? То есть для меня вот Нарва Раньше был Максим Грузнов А как ты сказал последние там Ну, пять лет это точно То есть Нарва это Ири Тебя узнают? Да Ну, вот так вот Я имею в виду, чтобы автограф взять То есть Не автограф, но город Да? Ну, это заметно Это, конечно Да Я часто упростаю Ну, вот успели даже в Нарве и контент послушать На самом деле вообще жизнь кипит в Нарве и очень, на самом деле очень клево, классно И вот такие развлекательные мероприятия проходят в небольших парках Воскотайм К сегодняшней игре готов? Разумеется Разумеется? Давай Год не простой, наверное, не только для Нарвы, а для и других регионов Ну, Нарва пока живет и надеюсь, что будет жить и дальше А по сравнению с прошлыми годами, ну, у нас новая власть сейчас И, конечно, пока с ее стороны, то, что касается футбола, наверное, недостаточно внимания Потому что даже на содержание стадиона, который содержит клуб с помощью города все предыдущие годы В этот раз финансирование уменьшено Не говоря о том, что поддержка для команды, по сути дела, ее почти нет Конечно, мне достаточно много лет и вся жизнь моя была связана с футболом Когда я сам играл, сам тренировал эту команду Был много лет капитаном ее и закончил я сам играть в футбол за команду Мне было уже под 40 лет Поэтому это часть моей жизни и не только моей семьи, моих знакомых, близких Которые поддерживают и пытаются поддерживать до сих пор Чтобы футбол норвежил Поэтому... Как сейчас... Конечно, обидно, когда вот наступает такой момент А вообще, зачем заниматься, когда люди, ну, не видят в этом какой-то, я не знаю, ну, не перспективы А вообще, что значит футбол для города, для тех мальчишек, которые занимаются, и девчонок, которые занимаются футболом В этом году у нас даже команда девочек играет в чемпионате Эстонии впервые Поэтому около 300 детей у нас занимается футболом Поэтому в таких условиях, в которых вот мы сейчас находимся, видите, этот старый стадион Зимой я еще выходил на этот стадион И вот в эти ворота еще и забивал Да, Владимир И этому стадиону уже, наверное, вообще надо... Даже полю нужно делать капитальный ремонт Поэтому примерно 40 лет, как существует это поле, и капитального ремонта нету Поэтому внешне она выглядит и неплохо вроде бы Нет, но мне кажется, что вот именно трава здесь очень замечательно Сейчас вот как сегодня погода Но дело в том, что неровности, которые есть, они незаметны, травой скрываются Поэтому, к сожалению, поле, ну, такое, какое есть А может быть вот насчет трибун, расширения, то есть был разговор как-то? Или более функционально, много функционально? В предыдущей СОЗО уже как бы был перспективный план Вообще реконструкция этого стадиона Замышлялось, что здесь вообще это здание снесут Будет здесь построено новое здание, где... Вы имеете в виду это, да? Да, не только футбол Здесь все виды спорта предусматривают этот стадион Ну, а где-то лет пятнадцать назад В программе государственной было развитие этого стадиона Как представительского стадиона Идавирума Даже в государственной программе В программе это было Потом наступил кризис И все это с программой исчезло И несколько лет назад у нас был же президент на одной из игр Керсти Кальвилай Да, да, и я ей тогда задавал вопрос Как так, что был проект, что этот стадион Государственный проект, что этот стадион будет представительским стадионом Идавирума И потом это все исчезло Но она пыталась мне объяснить, что она разберется И попытается что-то изменить Но, к сожалению До сих пор До сих пор Уже не являясь президентом Да, да, стало себе Сейчас, вот скажите, деньги выделены Насколько я сейчас понимаю, сейчас на строительство холла Действительно хорошего холла, которого так не хватает городу Нарва Выделены деньги Да Они, по сути, есть уже Да, полтора миллиона есть Это в государственном бюджете Которые предусмотрены на строительство этого холла И уже, по сути дела, готово проектное задание И вчера, я правда не знаю результат Должны были на горсобрании Принимать решение о проектировании этого холла Поэтому по оценкам уже предварительным Все это более 4 миллионов строительство этого холла будет Обойдется Да, но холл, на мой взгляд Мы участвовали в обсуждении задания на проектирование Наш представитель все время был на ВКонтакте Когда обсуждалось задание на проектирование И это, по примеру, холла в Виллинде, который построен там И легкотические дорожки есть Они, правда, не круговые, 100-метровые Но они есть для занятий легкотедом И учли все недостатки, которые есть в Виллинде Мы постарались учесть это все Ну и надеюсь, что этот холл будет Когда примерно? Ну, как я прочитал, в планах города это 23-й год Окончательное строительство, да То есть, если через год ориентировочно через полтора приедем В принципе, можно там и опробовать Ну, через год, наверное, вряд ли Через два, наверное, возможно это все Но я очень надеюсь, потому что, по сути дела, если решение есть, то рано или поздно оно будет выполнено Ну, вот он прекрасный стадион Нарвский Который, может быть, в скором времени станет национальным И когда-нибудь сборная Эстонии тоже сыграет на этом стадионе Может быть, уже обновленном А пока очень хочется, чтобы футбол в Нарве жил, процветал И действительно был спортом номер один Один Привет, как дела? Привет Ты шапку одел, ну лето на дворе Холл с ним, чего отвезли Слушай, она уже холл, уже статион, то есть, добавляется болельщиков Да, да, да Поэтому Для начала Купить бензин, облить здесь, сжечь все И сделать хорошее поле новое Оно со стороны кажется очень хорошим Ты на таких не играл ещё Чё ты не играешь? Злостный нарушитель За что? За жёлтой карточкой? Красной? Ну, две жёлтые, красные Ясенька Судейство отвратительное Да? Да Не нам на судей, я сам судей сейчас Судят замечательно Замечательно Топовые судьи сейчас судят Да и нормально Но не нас Да, да, но не нас Нарва! 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 Как сделать футбол в Нарве лучше? Как сделать футбол в Нарве лучше? Денег надо больше А так От государства От города Или от Государства От футбольного союза От всех Конечно Город Чё Это частная команда Это факт Но Если сразу включить С удаленским Директором Директором Не понимаем А тут Ребята тренируются Где я тренировался 15 лет назад Те же самые слои Ну о чём мы можем говорить Я видел какие базы в Таллине Просто Инфраструктура Дальше всё пойдёт Уже по накатанной Потому что Вестник Талант есть То есть Пацаны-то Вон 20 номер Вон Олег играет Тоже известный человек Ну На дорогу Ну Самые звёздные? Самые звёздные? Самые звёздные игроки? Нарве Люба Я тебе тоже приписал Вообще я самая звёздная Среди них я самая Ну естественно 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 Ну по первому вопросу Я думаю да Работа и фарт Без фарта никуда А Всё касается болельщиков То я думаю Не только в Нарвии Вообще в Эстонии Немного ходят Сейчас Я думаю Если бы была хорошая погода Было бы больше народу Сейчас климат Ну да Инфраструктура Ну да Инфраструктура Мне кажется даже вот в Италии Ну невозможно То есть команда высшей лиги Вот играть на таких стадионах Ведь давно же ходят бам Вот вы вам бы Вы привыкли То есть ну согласись Другой кайф совсем играть Когда Когда Болельщики Когда Атмосфера А не так когда Знаешь уже Я ещё играл Мне было 17 лет 18 Я на этом стадионе Все те же кресла Раздевалки И всё тому подобное Невозможно Нет Когда были деревянные скамеечки Деревянные скамеечки Деревянные скамеечки Было Когда тебе 17 лет было Ну по крайней мере Вон раздевалки Откуда мы выходили Я помню Сейчас там вообще Боксерский клуб Но так же ничего не поменялось У Нарвы есть светлое будущее? Да, конечно А у футбола в Нарве? Да, в принципе И у футбола в Стане Не только в Нарве И когда-то мы с Аргентины сыграем Только с другим счётом 6-0 Я кстати не знаю Встречалась ли вообще сборная с Аргентины? Нет Нет Надо ждать На следующий Да Как раз время есть Мы можем отдать Игрокам Как Георгий Как тебе в Италии В целом? То есть удоволен? Адаптировался? Да У меня всё хорошо Он был итальянский Он был тайн Города старенькие Да? Это не нравится Да, так нормально Но уже То есть вот когда уезжают Молодые ребята в твоём возрасте Это действительно нужно Чем раньше уезжать, тем лучше? Да, конечно То есть быстрее адаптируешься, да? Да, конечно И в плане адаптации И в плане не издал Что здесь в Устоне у нас Мало чего Сделано для развития Для хорошего развития Поэтому надо туда Как можно скорее уезжать Развиваться В нашем случае Это уже 16 лет Как только можно уехать Надо уезжать Власе Ты себя немножко позже нашёл Но в целом Как в Чехии Ты себя чувствуешь? Да Я доволен Как бы мы отыграли Сезон Не очень хорошо Вылетел Понятно Где Власе Там вы вылет Ну Это на самом деле Первая команда С которой я вылетел С Пумой Мы играли Мы были где-то Внизу Но не вылетали Вот И Но в принципе Всё равно Это опыт Для меня И что-то новое Это был мой первый Полный сезон за границей И я доволен Хорошо В любом случае Удачи Удачи Нарскому футболу Парни И вам Удачи Возвращаемся домой Вот такое было у нас путешествие в Нару Я думаю Что Получили ответы На многие вопросы Жалко Что не удалось С Катри Райк у нас поговорить Но Я думаю Все равно удастся Самое главное Что Что Самое главное Что будущее есть И у нарского футбола И у эстонского По крайней мере Георгий Тунёк так сказал Да хочется в это верить А пока Такие ребята Как Георгий Власий Синявский Рождаются в Нарве До тех пор В Нарве Всё будет хорошо Опять же Как и У всего Эстонского футбола Пока